МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Морозы узмацняются. В пунктах обогрева червоного крыжа можно отримать горячее охарчевание и теплое оденье. Скрытые методы контролю. На дороге вышли патрульные автомобили ДАИ без распознавальных знаков. А зараз об этом и инжем больше подробно. Гомельская область исполнилась 83. Як администрационная территориальная одинка, наш регион иснує со студенья 1938 года. Перша пошаткованная его территория были створены две в области – Гомельская центром у Гомели и Полесская центром у Мазары. Восьмого студенья 1954 года Полесская область была скасованная. Большая часть ее территории вошла в состав Гомельской. И с того часу границы региона самого великого по площади Беларуси застаются неизменными. Про особливости нашего региона. Историю, культурные традиции и досягнение, расповедая фильм «Гомельшина. Уникальный край». Его телерадокомпания «Гомель» рыхтовала до 80-годового юбилея в области. Глядите фильм на телеканале «Беларусь-Шатыры Гомель» сёння у 21.25 хвилин. Варто означать, что и минулые с юбилейной даты три года были означены широком буйных поспехов и открытий. Умацовалась вытворшая база сельской господарки, з'являлися новые социально-значные объекты. Сяруты их, поликлиника у Гомеля, детские сады и школы, дамы культуры и спортивные комплексы по всем регионе. И, конечно, соправданные символы суверенитета Беларуси. Мемориальный комплекс «Ала» в Светлогорском районе и 60-метровый флагшток на площади Ленина в областном центре. Первый нагадывает нам про героичное минулое родимое и цене, отдаденное за ее свободу. Другие увасабляют гонор за нашу краину, мощную, стабильную и незалежную. Протягиваем выпуск. В связи с мощными морозами в регионе працуют пункты обогреву для людей без вызначенного места жихарства. Они открыты при районных организациях «Червоного крыжа». У Гомеля стационарные пункты обогреву находятся по улице Свиридова-1, Матросова-6, Тельмана-39, а так само Склязнева на базе территориального центра социального обслугования насильництва Новобелецкого района. На переддни коля Свято-Троицкого храма был разгорнут и мобильный пункт обогреву. Специальная палатка, где можно не только отрымать ежу, гаражные напои и теплое денье, але и переночевать. Минулой ночью подобной макшимостью скорыстались шесть человек. До того, что в областном центре организованы пересонны пункт обогреву. Члены от Рада худка горы Гаванне что день с 11 до 15 годин наведывают пункты сбору другостной сыровины, куда часто приходят люди без вызначенного места жихарства и пропонуют им гаражное харчевание. Мы готовились к этой операции, поэтому мы закупили продуктовые наборы. На город Гомель это 600 продуктовых наборов, на область еще в общей сумме около 1000 наборов. Гиенические наборы для этих людей, а также теплая одежда, варежки, шапки и носки. Пункты обогреву будут денешать, пока морозы не пойдут на спад. При понижении температуры областная организация «Шервоного окрыжа» готова знову организовать их работу в самый короткий термин. В морозные дни завышально появляется колькость пожара по причине несправности пешного оттепления. Дарыши за 2020 год отбылося больше за 220 у сгорания у жилым секторы, что маль на 50 большим у 2019-м. В связи с этим варятовальники нагадывают о правилах безопасности. В период холодов и зимних морозов печь это самый важный предмет в доме и очень важно следить за ее состоянием. Вам необходимо, как хозяину домовладения, следить за целостностью печи и в случае выявления каких-либо трещин или нарушений целостности сразу же их устранить. Кроме того, вам важно помнить о том, что дымоход необходимо прочищать не реже, чем один или два раза в 2-3 месяца. Таким образом, ваша печь будет служить долго и создавать вам комфорт и уют дома. У приватности заборонено сушить речи поблизу открытого очага. Коля печи, повинен быть притопочный лис с негоручих материалов. При распаливании не рекомендуется выкористовывать легкозгоральные ваткости. Да и умоцный мороз рекомендует стрематься от поездок на особистом транспорте на далекие отлеглости. Перед выездом обоязково очистить шкло для лепшего огляду, проверить узровень обмывающей ваткости и добро прогреть авто перед пошатком руху. Чтобы избегнуть аварийных ситуаций, важно не перевышать худкость. Таким образом, отримать максимально максимальную безопасную дистанцию будет тормозный шлях на заснеженной и слизкой дороге в некоторых разах повеличивается. Моцные морозы в регионе заховаются до середины наступного тыдня. В ближайшие дни будет минус 17-19 градусов в ночи и до 16 в день. И переважно без опадков. Скрытые методы контроля. Дзяжь аутоинспекция Гомельшины пошла выкористовывать патрульные автомобили без распознавальных знаков. И они обсталеваны всеми необходимыми техничными сродками для выявления разных видов порушения правил дорожного руху. Мобильные экипажи ДАИ отпрацовывают авары на небеспечные участки. Уже за первый день рейдовых мероприемств инспекторы протягнули до отказности 17 водителям. Причины – перевышение худкостного режима, а так само порушение правил обгону и выезду на сустречную полосу. Хотелось бы довести до всех наших граждан, что это, конечно же, не само правство. Это все у нас является законно и обоснованно. Почему? Потому что согласно закону о дорожном движении, статье 11, форма и методы контроля за соблюдением участников дорожного движения, требований про дорожное движение определяется Министерством внутренних дел. Министерство внутренних дел изгнал приказ номер 155, который реализовывал деятельность госавтоинспекции, в частности, ДПС, где четко прописано, что есть формы и методы контроля, в том числе с применением гласного, негласного и смешанного контроля. И до инших тем. 44-годовый Жихар Кармы займался распоусюживанием поклепа удашенения до некольких супрацовников милиции. Мужчина – активный корыстальник радикальных телеграм-каналов. На одном из них он нашел образливую информацию о правоохолниках и разместил на властной сторонце. Милиционеры оперативно выявили особу подозронного. Жихар райцентра целиком признал свою вину. Проводится лингвистичная экспертиза, как дать правовую оценку деяниям мужчины. Хочу понести свои извинения данным сотрудникам, искренние извинения, и сказать, что такого больше не повторится. У Житковичах завершено расследование справы об зневажении державного флага. Нагадаем, в осенью минулого года на будинку мясового ресторана хулиган разместил зарисованное полотнише державного флага Республики Беларусь. Правоохолники оперативно установили особу 32-годового жихара города. И он целиком признал свою вину и раскаился. Суд Житковицкого района назначил мужчине покарание в выгляде двух до обмежевания воли с накированием у поправчую установу открытого типа. Молодцы потребен зрозумелый механизм для реализации своих идей и инициатив. Так лечить Алексей Зайцев. Молодый вышел из Гомеля, который обрани делегатом 6-го Всебелорусского народного схода. С его меркованиями на конт масштабного республиканского форума ознайомилась Ганна Корольчук. Юн – полный сил, энергии, метанакерованности и конструктивных идей. Под час учебы в университете Алексей Зайцев был секретаром первички БРСМ, активным отделником доброохотной народной дружины и молодежного отрада оховы правопарадку. Зараз юн – физик-инженер, юрист и старший выкладчик кафедры огольной физики ГДУ имя Франциска Скарины. В своем университете выкладает компьютерную и деловую графику, основы информационных технологий. Первым у Гомеля открыл для детей гурток робототехники и протягивает працовать педагогам додатковой адукации у Центра детячей творчести Советского района. Пять годов за пару делничал у республиканским конкурсе «100 идей для Беларуси». Алексей презентовал проекты по энергосбережении, экологии, медицине, а его распрацовка для агропромыслового комплекса «Хутор Мебиуса» не только перемогла на национальном споборництве, а и принесла сребро на международном конкурсе инноваций «Интернет плюс» у Китая. Усёг это дозволяй ягу лечить годным делегатам Усебеларусского народного сходу. Я являюсь делегатом от педагогического преподавательского состава ГГУ Минифранциска Скарины, также, можно сказать, от педагогического состава Центра творчества, где я работаю, и студенческой молодежи в общем. Даже, можно сказать, идеи и представления наших более юных граждан – это школьники, учащиеся в Центрах творчества. Сейчас видно, что молодежь очень сильно заинтересовалась именно продвижением инновационных проектов, идей своих каких-то стартапов, и в этом важно им помочь. Во-первых, это для того, чтобы их идеи остались у нас в нашей стране и реализовывались именно под нашим флагом. Наверное, для меня и для всех остальных важно это очень такое четкое информирование о том, как можно продвинуть свою идею, как можно получить от государства гранты. К сожалению, в сегодняшнем дне не каждый знает, что можно получать от городских исполнительных властей различные материальные помощи, также от Белорусского инвестиционного фонда. И важно создать, я даже не побоюсь этого слова, государственный орган, который будет следить за развитием именно молодежной и политики, и инновационного развития, всячески поддерживать и сохранять эти идеи, как капитал нашего государства. До речи, идея Алексея знайшла свое усабление. Во университете он открыл автоматизованную разумную цеплицу, якую выкористовывает для доследований на биологичном факультете. Зараз Алексей допомагает с распроцовками школьникам и студентам и рыхтует их до отдела у конкурса «100 идей для Беларуси». Хлопец упевненный, важно займать активную грамадзянскую позицию, у основе якой лежит патриотизм. А отзеяне у сучасной молоди залежит будучи не краины. Он еще раз переконався в этом летом, подчас послания президента Беларуси народу и национальному сходу, на яким Алексей присутничал особиста. Молодежь сейчас имеет различные возможности показать свои мысли, рассказать о них. И есть различные органы, которые могут регулировать данные обращения и отвечать на эти вопросы. Это и общественные организации, это и БРСМ, профсоюзы. Также можно напрямую обращаться в городские исполнительные комитеты, районные комитеты. Ганна Краильчук, Игорь Марышченко, телерадо, компания «Гомель». Первый загад на охову мяжи – зажурство по кухне и верные шатурхногие сябры. Пополнение солдат-пограничников прибыло до места несения службы. Разом с ними на самой отдаленной заставе Мазырского погранотрада заступали на службу и наши коллеги. Первый загад на охову державной мяжи отремливается новобранца на пограничной заставе Держинск. У самой отдаленной подразделения Мазырского пограничного отрада молодые бойцы прибыли после учебки. И в ближайшие дни под керовницством офицеров будут вывышать тонкости несения службы. Офицерский состав – это то ключевое звено, которое формирует коллектив, воспитывает его и, соответственно, помогает в адаптации новому пополнению. Поэтому офицерская работа и заключается в том, чтобы военнослужащие, которые прибывают, чувствовали себя хорошо, свободно и не испытывали каких-то затруднений. У нас так и принято у пограничников, что новое пополнение по охране государственной границы введет первый начальник заставы и офицерский состав. У расклада молодых пограничников есть и дежурства на кухне, и теоретичные занятки у класса. Налез нетерпением я нечекаю с нарадов на мяжи. Я шел именно в пограничники, в другие войска я не хотел. По той причине, что пограничники действительно несут настоящую службу, они постоянно выходят на дежурство, они непосредственно занимаются делом, ловят нарушителей, не дают попасть в страну контрабанды или другим нелегальным эмигрантам и так далее. То есть пограничники действительно выполняют важные и поставленные задачи, которые укрепляют Республику Беларусь, как экономическую, так и политическую составляющую страны. Для хлопца у службы на мяжи гатая шеевыдатная махчимасть отримать специальность, вызначить свою будучиню. До демобилизации Дзянису засталось и некольки месяцев, и домой он отправится квалификованным инструкторам-кинологам. Весь час службы побачь саправдная боевая сабровка, пригажение аучарка Ральда. Хоть до армии, признается солдат, собак боялся. Я боюсь собак, с самого детства боялся до армии. Почему и пошел, чтобы побросил страх, и чтобы была специальность какая-то, чтобы не просто так в армии служить. Закончил киногичный центр, было распределение. Отправили меня на первую гурищную заставу, где дали боевого товарища Ральду. В обедах входит тренировка, брать его в наряды, кормить, ухаживать. В подаховой заставы Дзержинск находится Маль-2 десятки километров державной мяжи. Важная особливость для систой амясовости – болоты, якими славится Лельчицкий район. Каб участок не стал шиленой для нелегалов, при патрулевании межоу выкористовывается болотоход – великая машина, якая дозволяет пересекать любую багну. Классику – пешее патрулевание так само никто не отменял. Для охраны государственной границы на пограничной заставе предусмотрен комплекс технических средств охраны государственной границы, который, безусловно, помогает реагировать на условия постановки, которые возникают на участке заставы. Особенность участка состоит в том, что большая часть площади территории участка пограничной заставы покрыта болотами. В связи с этим на вооружении пограничной заставы находится специальная техника снегоболотоход, которая помогает пограничникам перемещаться по данной местности. Как видно, на мяже солдаты не отсерживаются в казармах и научных классах, а отримливаются правдный боевый опыт. Нехай в этот раз затримание нелегала было постановочным, специально отпрацовывали для сдымочной группы, можно быть выполненными. Этот участок белорусско-украинской мяже был, есть и будет под надеянной обороной. Максим Савин, преподаватель телеканала «Мазыр». У работе нотариуса все лето отбудутся смены. Подробиазни про их рассказала старшиня Гомельской областной нотариальной палаты Маргарита Жорова, якая стала гостей программы «Открытая студия» на Радию Гомель+. С третьего студени в Беларуси уступил силу новый закон об нотариятии, який у приватности дозволяет житявлять сделки с нерухомостью любого нотариуса в незалежности от территориальности. А кроме того, для оказания некоторых послуг нотариусы будут самостойно выезжать у сельскую мясовость. Удостоверение доверенности, согласия и завещания теперь изъято из полномочий должностных лиц и исполкомов. И теперь к сельскому населению будут выезжать нотариусы. Это, конечно, более качественная нотариальная помощь и юридическая, потому что специалист с юридическим образованием будет делать это. Ну, хочу сказать, что есть такие случаи, когда надо отложить совершение нотариального действия. В законе теперь тоже есть изменения. Откладывается на 10 рабочих дней. Заявление подается однократно и только в случае обращения в суд, когда нужно оспорить. Поэтому всем надо знать, что один раз обратился, и идешь в суд, и споришь, и восстанавливаешь свои нарушенные права. Ну, есть изменения, касающиеся новшеств, которые будут делать нотариусы. Это отмена дарения и отмена доверенности. Коснулись вопросы нотариальной тайны. Теперь на сайте Белнотрии официально будут размещаться сведения о доверенности. Не только об их отмене, но и о совершенных доверенности. Можно проверить наличие доверенности. Там будет указано, кто нотариус, где находится. А кроме того, белорусские нотариусы селета проведут пять республиканских акций по бесплатным консультованиям граждан и представников бизнеса. Подобные акции что год проводят на передо дни державных святов. Звернуться до любого нотариуса за бесплатной консультацией можно 15-го Саковика, 7-го мая, 2-го липеня, 14-го Кастрышника и 3-го Снежня. Приемы в этой дни будут житовляться у ответственности с установленным графиком нотариальных контор и нотариальных бюро. Адрасы, контактные телефоны и актуальные графики працы можно удокладнить на сайте Белорусской натуральной палаты в разделе «Знасти на Таруса». Студенты Гомельского медуниверситета створили YouTube-канал для людей, которые перенесли COVID-19. Реабилитация после коронавируса – важная шастка вертания до нормального стану здоровья. Студенты в роликах навышают эффективным практикованием, которые поляпшают функцию дыхания и кровозворот упошкодженных хворобой легких. YouTube-аккаунт называется «Вы не одни». Зимовые святы протягиваются. В Российском центре науки и культуры в Гомеле отбылась елка поколений. В программе майстер-классы по выработке новогодних цацок, выставы елочных упрогоживаний, конкурсы и музычные номеры. Мероприемство собрало людей разных поколений. Дорослые рассказали школьникам, каким был Новый год в их детстве. Ознайомились со святочными традициями того часу. Хлопчики и девочки в свою чергу поведомили об своем башене этого свята. А кроме того, елка поколений у этой машины поделится своими захоплениями и талентами. Конечно, в силу сложившейся ситуации мы не могли пригласить всех. Вообще хотелось бы, конечно, просто приглашать гомельчан, людей интересных, с интересными увлечениями. Те, которые как-то что-то и создают для города, и оставляют что-то для города интересное, и для детей, которые подрастают, и которые могут увидеть. Но у нас сегодня людей этих меньше. У нас сегодня еще есть дети. И у нас есть дети, которые тоже расскажут о своих достижениях. То есть, в общем-то, их Новый год – это уже Дед Мороз, это уже обилие подарков, которое есть сегодня. Но в то же время это и достижения. До речи, в минулом году российский Центр науки и культуры проводил фронтовую елку. На ее дети доведались, как означали Новый год в часы Великой Отчинной войны. Музычное чародейство. Гомельская областная филармония провела традиционный колядный концерт. Меропроемство стало святочным подарунком для слухачев. Артысты подрихтовали святочную программу с уделом камерного хора и камерного оркестра, а так само народные артыстки Беларуси Галины Паулянок. Со сцены прогучали творы сусветной духовной и светской музыки, русская и замежная классика, вокально-хоровые миниатюры и стародавние романсы. До юбилея дня нарожения композитора Георгия Свиридова прогучали его вядомые композиции. У программы включили и сучастные жанры, танго-пьяцолы и музыку с кинофильмов. Этот концерт полюбился нашим слушателям, гемельчанам. Он создает соответствующую атмосферу и ощущение праздника. И сегодня погода очень нам тоже помогает в этом. И надеемся, что этот год будет только для всех положительным, позитивным. И всем желаем только счастья, доброты, тепла и всего самого хорошего. Хочу поздравить всех наших зрителей и слушателей, которые пришли сегодня на наш концерт с Рождеством Христовым и Новым Годом. Вы знаете о том, что именно эти концерты рождественские, они стали традиционными и продолжаются они уже много лет. И вы знаете, мы никогда не можем отменить этот концерт, даже в связи с такой обстановкой, которая сейчас в нашей стране и во всем мире. Я считаю, что люди должны быть с искусством. Потому что если они замкнутся в себе, то это будет еще хуже. Артысты подарили гостям амальтры годзины якосной музыки. У Музея истории, друку и фотографий у Гомеля открылась фотовыстава под назвой «Клюшников. Вертанне». Автор здымков был и сопрационник беларусь-нафты Александр Клюшников. В экспозиции «Черно-белые здымки» на их адлюстрованы праца беларусских нафтяников и природные пейзажи полночи. На выставе собраны как ведомые работы автора, так и те, что ранее не демонстрировались. Александр Клюшников – уроженец Речицы. Фотографовать пошел по просьбе женки. В связи с тем, что он был худруком, занимался культурой, значит, были, как в то время было, в советское время, выезжали все с бригадами. Ну и все, и вот так потихоньку-потихоньку, да, он-то стал снимать. Вот абсолютно вот чисто так, вот по моей просьбе иногда, когда он попадал. Ну а когда уже стал более плотно этим заниматься, начинали мы с узоров конгрякских, потому что я сначала думала, что я займусь музеем, этим вот как раз с раскладыванием, раскладыванием, разборкой этих узоров, откуда, почему и именно, что они обозначают. Ну как бы моя работа была с этим связана. А потом пошло дальше. Сдымки фотографа-аматора публиковались в газетах и навод увошли в книгу «Нафтовая жамчужина Беларуси». Демонстрировались в разных городах по всем СССР и навод за мяжей. Это и другие новинные информации о проектах телерады компании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvgomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.